2017 год наступило. Это значит, что теперь нашумевшее возрождение комплекса ГТО коснется уже каждого. Еще в прошлом году проверить свою готовность к труду и обороне могли лишь представители первых возрастных ступеней. Это в основном школьники и студенты. Сегодня же путь открыт всем, кто старше 18 лет. Для начала, наверное, это интерес, самоутверждение в первую очередь. И мы надеемся, что этим примером сегодняшним у нас жители города потянутся в наши муниципальные центры тестирования и будут уже сдавать нормы. Долгожданный всеобщий старт сдачи комплекса во Владивостоке прошел в муниципальном центре на стадионе «Строитель». Здесь на участках в первых рядах помимо обычных жителей сдают нормативы и представители местного спорта. Получить свой значок решили даже вершители правосудия. Несмотря на то, что работникам городского МВД такое достижение никаких бонусов в карьере не дает. Это добровольное. Поверьте мне, это не прибавка в зарплате. Это ни к чем. Это просто тому, что добровольно пришли показать, что мы действительно сегодня готовы выполнять эти задачи и чисто сдавать нормы. Никаких поширений за это не будет. Поверьте мне, все добровольно. Испытания все те же, вроде прыжка в длину или отжимания. При этом, что интересно, срок сдачи комплекса – один год. То есть человек, решивший получить почетный значок, может сегодня сдать подтягивания, например, через месяц, а то и через полгода плавания. Никто не будет вас заставлять проходить череду испытаний по-армейски за один день. Отчетный период выполнения тестов для взрослого населения с 1 января по 31 декабря текущего года. То бишь в течение года вы имеете полное право распределить нагрузку для своего организма, выбрать, когда вам удобно выполнить тот или иной тест. Для непосредственной сдачи нормативов всем желающим нужно зарегистрироваться на сайте ГТО. Сделать это можно через компьютер или мобильное приложение. После этого вы можете прийти в центр тестирования, например, на том же стадионе «Строитель» и узнать все остальные подробности. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова